Холодная и горячая вода, отопление и водоотведение. На 1 декабря общая задолженность населения за эти коммунальные услуги составила 65 миллионов рублей. Это и текущие начисления в 26 миллионов рублей, их, кстати, население оплатило, и просроченная задолженность в сумме 39 миллионов рублей. Она тянется практически с момента создания филиала. Чтобы уменьшить долги за оказанные коммунальные услуги, в ресурсоснабжающей организации «Малкоммунэнерго» решили провести акцию. В Новый год без долгов. Приглашаем всех погасить свою задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Потребителям, которые погасили задолженность за коммунальные услуги с 1 по 25 декабря, пеня будет списываться. Но хочу еще раз заоставить внимание на том, что при условии полностью погашены задолженности. Только за ноябрь специалистами Единого расчетно-информационного центра совместно с юристами филиала «Малкоммунэнерго» подано в суд 176 исков. Общая сумма по ним превышает 4 миллиона рублей. До судебного разбирательства в добровольном порядке было оплачено 1 миллион 200 тысяч рублей. Специалисты расчетно-информационного центра отмечают, что сознательных граждан в городе все-таки больше. Хочется от имени ресурсоснабжающей организации поблагодарить граждан, которые добросовестно вносят плату за коммунальные услуги. То есть сознание все-таки растет. Наталья Валявская коммунальные услуги оплачивает ежемесячно. В расчетный центр женщина вместе с мужем и дочкой пришли не случайно. Надо документы отдать, чтобы коммунальные услуги пересчитали. То есть вы где-то отсутствовали, да? Да, в отпуске. Если вы находились в отпуске, в командировке, на сессии или на лечении в санатории, специалисты могут сделать перерасчет оплаты коммунальных услуг. Для этого необходимо в течение 30 дней с момента возвращения предоставить необходимые документы в единый расчетно-информационный центр. Если потребитель отсутствует полных 5 суток, значит он может сдать на перерасчет по отсутствию. Потребитель должен сохранять обязательно отрывные купоны, посадочные талоны. У кого установлены приборы учета, перерасчет не производится. Чтобы закрыть финансовый год, специалисты просят губкинцев предоставить данные по приборам учета до 20 декабря в управляющие компании. Это необходимо для того, чтобы успеть обработать информацию и отправить извещения потребителям. Екатерина Склева, Олег Семагин, Новости Губкинского.